Вы наверняка слышали, для того, чтобы достичь результата, нужно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Именно так завещал нам Илон Маск, который, например, работает по 30 часов в день, спит на кушетке и вообще никогда не отдыхает. Проблема, знаете, в чем заключается? В том, что, а реально, знаем ли мы, как они работают или нет? Я думаю, вы замечали такую ситуацию, что один человек, например, на рабочем месте, он может за 3 часа сделать свою работу и результаты будут хорошие. А кто-то может присидеть целый день на той же самой задаче и вообще ничего не успеть. То есть, как будто бы вот эта вот мера по количеству часов, которые вы отдаете работы, она не самая эффективная. И, возможно, все-таки факторами, которые приводят к результату, являются другие причины. Давайте как раз в этом видео их и разберем. Привет, меня зовут Владилен, я предприниматель и в основном работаю из дома. В этом видео я хочу поделиться с вами наработками того, как работать меньше и при этом достигать всех результатов, успевать реализовывать все задачи и еще успевать при этом жить. Мой текущий результат такой, что в среднем в день я работаю по 2-4 часа и при этом успеваю делать довольно-таки большое количество проектов. Веду YouTube-канал, являюсь основателем онлайн-университета Resout University и также сейчас создаю сообщество. Поэтому в этом видео я хочу поделиться идеями и наработками многолетней практики, которая позволяет мне как раз-таки прийти к такому результату. И ее вы сможете применить также у себя, ну и реализовывать большее количество вещей. Давайте начнем с самой-самой базы. Я думаю, вы должны четко понимать, что мотивация как таковая, она не работает. Это иллюзия. Это очень сильная эмоция, которую выгодно продавать. Но так как она сильная, она очень быстро себя исчерпывает и поэтому она максимум может длиться 3 дня. Поэтому на долгой дистанции для того, чтобы вы получили результат, для этого нужна, конечно же, дисциплина. Идем дальше. Я думаю, что вы также должны понимать, что абсолютно у любого человека ровно 24 часа в сутки. У успешного человека, у неуспешного, у бедного, у богатого, у предпринимателя, у фрилансера, у блогера, у тебя или у меня. У всех 24 часа в сутки. Но при этом мы по-разному достигаем разных результатов. И, наверное, самый основной навык, который необходимо прокачивать, это умение управлять этим временем, менеджерить его для того, чтобы делать то, что вы по-настоящему хотите. Как следствие из этой идеи решает не количество часов, которые вы просветите для того, чтобы реализовать проект, а фокус вашего внимания. И на самом деле здесь я прихожу вот к таким умозаключениям, что мне кажется логично, что чем меньше ты работаешь, тем работаешь ты более эффективно. Ну потому что если ты потрачил на работу, там, скажем, 3 часа, то у тебя остается дофига времени для того, чтобы пойти и отдохнуть. И из-за того, что ты отдыхаешь, ты можешь освежить мозг и с более чистым сознанием, восприятием приступить к задаче и более эффективно ее решить. К следствию, тратя еще меньшее количество времени на работу, и тем самым получается, что ты и успеваешь делать дела, и при этом успеваешь еще жить, отдыхать и делать, что захочешь. Поэтому здесь нам необходимо разобраться, что нужно сделать для того, чтобы повысить свою производительность и эффективность. И как раз-таки именно про фокус восприятия мы и будем говорить в этом ролике. Нам необходимо научиться именно фокусироваться узко на определенной задаче и реализовывать ее. Для этого нам не потребуется большое количество времени, а именно вот это вот полное сосредоточение и, очень важно, отсутствие отвлекающих факторов. То есть необходимо будет отключить всякие там телефоны, мессенджеры, оповещения, убрать вашу суперкрасотку модель куда-нибудь там подальше, чтобы она не предлагала вам досуг, и выделить какое-то время для того, чтобы заниматься именно необходимой задачей. Почему это так важно? Представим, что если вы будете пробовать сделать большое количество дел одновременно, то у вас в любом случае наступит расфокус. То есть одной рукой вы говорите по телефону и договариваетесь о встрече. Другой рукой вы пытаетесь там что-то в графике проанализировать и составить там какое-нибудь среднее арифметическое, там, показатели, динамики, какой-нибудь крипты, неважно абсолютно что. Или одновременно с этим та же самая подруга вам говорит про то, что что-то мы давно в театр не ходили, давай пойдем с тобой в театр, давай запланируем это. Понятное дело, что вы можете успеть как бы там все проанализировать, но качество вашего внимания будет существенно ниже. Потому что наше внимание, оно очень сильно ограничено по своим ресурсам. Это можно представить примерно следующим образом, что если наш мозг и нейроны связи в нем это суперкомпьютер, то наше внимание это оперативная память. И как вы понимаете, по аналогии с компьютерами, у оперативной памяти есть определенный ресурс или лимит. Чем больше программ мы запускаем на компьютере, тем медленней и менее производительно компьютер работает. Я думаю, что тоже это логично. Я также читал исследования про сознание и вот какие выводы там делаются. В среднем у человека сознание может удерживать одновременно там 4 или 5 элементов. Больше мы уже не способны на этом фокусироваться. Понятное дело, что это статистические данные и у кого-то это число будет больше, там немножечко, у кого-то меньше. Но в среднем действительно, чем больше мы начинаем вот думать, тем меньше теряется фокусировка на какой-то конкретной задаче, тем больше переполняется наша оперативная память. Простым инструментом для того, чтобы избежать нагрузки на эту оперативку, как раз таки является убрать все лишнее и сфокусироваться только на том, что важно на текущий момент. Тогда вы сможете более глубоко погружаться в эту мысль и, как следствие, быстрее и эффективнее ее решать. Как следствие из этих размышлений, наша задача будет заключаться в том, чтобы организовать себе такое пространство, такую инфраструктуру, где нам будет комфортно, опять же, заниматься только тем, что по-настоящему важно на текущий момент. Просто понимаете, в текущих реалиях большинство людей, они живет с большим количеством мыслей одновременно. Они думают про то, что было плохо в прошлом, какие ошибки они допустили, какой стресс или какие проблемы они испытают в будущем. Что нужно будет заплатить за квартиру, например, нужно будет убраться, ребенка забрать, ну то есть что угодно. Не находясь в моменте здесь и сейчас, многие испытывают большое количество желаний получить удовольствие в момент. Например, там лечь на диване, полистать тикток, потому что не очень хочется заниматься текущими процессами и проще получить там быстрый дофамин, потом уже исчерпать себя. То есть все вот эти вот вещи, они на самом деле забирают энергию и просто не дают вам реализовать те проекты, которые вы по-настоящему хотели бы сделать в своей жизни. Именно поэтому на самом деле важна такая практика, как медитация, потому что это просто процесс, который учит ваш мозг фокусироваться на чем-то одном. В текущих реалиях клипового мышления, там коротких роликов, это очень и очень важно, потому что в этом процессе вы просто следите за одной какой-то вещью, вы учитесь вот этой вот фокусировке. И достаточно всего лишь там 10, например, минут в день для того, чтобы получить накопительный результат. Знаете, это как вот со спортом, то есть, безусловно, можно прийти в качалку и после первого дня чувствовать себя как гигачат, выходя и просто не помещаясь плечами в дверные проходы. Но потом вы начинаете понимать, что одного занятия это было недостаточно, и чтобы получить нормальные какие-то результаты, нужно позаниматься два, а то и три года. С медитациями точно такая же история, что это накопительный эффект. Вы тренируете свой мозг фокусироваться, не отвлекаться на посторонние вещи, и это напрямую влияет на качество вашей жизни. Меня на самом деле забавляют многие комментаторы на ютубе, которые пишут про то, что Владилен, ты зря занялся психологией, и наверняка медитация, и эти практики тебе вредят. То есть эти люди даже не понимают, в каком мире мы сейчас обитаем, какие проблемы здесь присутствуют, что является там практикой духовной, а что научно доказанный факт ведет к более продуктивному образу жизни. Понимаете, мы живем в таких современных реалиях, когда есть огромное количество отвлекающих факторов. Разные стрессы, политические события, болезни, прочее, куча всего плохого происходит, еще маркетинговые лозунги, которые пытаются вас затянуть и продать нужный товар. Понимаете, это все отвлекает наше внимание, все в этом мире борются за ваше конкретное внимание. Даже вот ютуб ролики, они тоже, самый важный для них показатель, это удержаемость внимания. Если у вас нет навыка ориентироваться в этом, если у вас нет навыка направлять это внимание, то, конечно же, у вас и не будет результата, потому что другие с удовольствием воспользуются именно вашим ресурсом. Окей, теперь я хочу поговорить именно про видение, про следующий шаг. Потому что представьте, что хорошо, вы поняли, начали там практиковать осознанность, начали практиковать внимание, создали себе инфраструктуру, а сели, а что делать? Куда направить вообще это внимание и куда направить освободившийся ресурс? И здесь нам очень важно представить, а к чему мы в итоге хотим прийти, к чему мы стремимся. Для этого как раз-таки и нужно видение какого-то конкретного конечного продукта. Потому что очень важно куда-либо прикладывать свое устремление и свое внимание. Если вы вот все сделаете правильно, но при этом у вас не будет вектора, по которому нужно думать, то это внимание пойдет в небытие. Поэтому в первую очередь также нам нужно будет представить, куда и зачем мы идем. Например, вы сейчас работаете на работе и хотите продвинуться по карьерной лестнице. Получить большую заработную плату или, например, получить более интересные проекты. Сосредоточьтесь на том, чтобы подумать, а какую пользу вы можете дать бизнесу для того, чтобы вам дали больше полномочий и, соответственно, больше заработную плату. Вы можете просто это представить, потом прийти к менеджеру, рассказать ему про свой план, возможно его скорректировать. То есть, ура, идет прогресс. Если вы, например, предприниматель, то вы можете представить, какой продукт вы разрабатываете, каким он должен быть через 3 месяца, через 6 месяцев, через 12 месяцев. Представить это и по чуть-чуть начать делать маленькие шажочки, которые вас будут приближать к этому. Это можно представить, знаете, в виде такой вот воронки. Что если вы начинаете в нее смотреть, то вы видите только какую конкретную точку. И ваше внимание, ваш фокус должен примерно вот и представлять из себя такую воронку. Что вот вы не будете видеть все вокруг, что происходит здесь вот, да, там по сторонам, а конкретную точку, в которую вы смотрите. На это как раз-таки не нужно много времени, и это позволяет идти только по заданному направлению. И как только вы наметили свой путь, наметили вектор, дальше просто необходимо делать маленькие шажки к этому направлению. В идеале делать это постоянно и периодично. Это как раз-таки и есть та самая дисциплина, которая приносит основной результат. В итоге, если подрезюмировать, то сейчас очень важно видение, фокус и действие. А действие как раз-таки достигается через энергию. Если у вас нет энергии, то какое бы у вас классное не было видение, как бы сильно вам чего-то не хотелось, вы не будете действовать. Для того, чтобы понять, откуда берется энергия, как ее генерировать, я снимал отдельный ролик. Скорее всего, здесь, если я угадал с уголком, будет подсказочка на него. Посмотрите, очень классные практики. Еще накину вам вот какую интересную мысль. В физике есть такое понятие, как энтропия. Энтропия — это мера хаоса и беспорядочности в системе. И одно из ее свойств заключается в том, что она постоянно увеличивается, постоянно прогрессирует в изолированной системе. То есть, в прямом смысле, если вы ничего не будете с собой делать, то хаос вокруг будет только увеличиваться. Это закон нашего мира, в котором мы живем. Приведу очень простой пример. Представьте, что если вы просто возьмете и не будете дома убираться, не будете протирать пыль, пылесосить ковры, стирать белье и так далее. Так вот, не настанет какого-то момента, когда раз, а все белье оказалось глаженным, вся пыль убрана и так далее. Нет, со временем, если вы не будете убираться, у вас будет становиться все больше и больше бардака в квартире. И тем самым, это как раз таки и есть прямое проявление энтропии. Либо, например, вы могли видеть какие-нибудь фильмы постапокалиптические, когда людям вынужденно приходилось покидать свои города. Я думаю, вы видели, что делает природа с такими городами. Да, она по чуть-чуть проникает в инфраструктуру, начинает там какие-то деревушечки расти. Ну, в смысле, деревья, травинки. Все это там зарастает по чуть-чуть. И со временем города исчезают. Это как раз таки тоже есть энтропия. Да, если не поддерживать порядочность, то она будет разрушаться. Поэтому, к чему я это говорю? Если вы думаете, что вот сейчас вот нужно будет еще немножечко попрокрастинировать, там, подождать. И потом вся жизнь наладится. Потом вот будет хорошо. Маленький спойлер. Не будет. Если вы не занимаетесь своей жизнью, если вы не настраиваете себя на фокус, если вы не делаете проекты, то изменений, скорее всего, тоже не будет, потому что так работает наш мир. Теперь хочу подвести небольшой итог этих размышлений. Фокус, на самом деле, важнее, чем время. Работать сверхурочно, это не так эффективно, как работать со свежей головой, отдохнувши, ясно и понятно. Здесь я хочу ввести небольшой дисклеймер. До этого в видео я говорил, что работаю в среднем, там, 2-4 часа. Но у меня бывают дни, когда я работаю, там, и 6 часов, могу и 10 часов поработать. Ну, в случае, если я создаю какой-то проект, и поначалу, там, действительно, большой объем работы. Но суть заключается в том, что вот точно не больше, потому что больше времени, в принципе, не нужно. Важно именно, с какой эффективностью вы приступаете к какому-то проекту, и насколько круто можете менеджерить свое время и свои навыки, да, на протяжении этого процесса. Потому что, опять же, что? Важен фокус и важна концентрация на том деле, который вы делаете. Очень важный момент, который я хочу подчеркнуть. Вы должны любить то дело и тот проект, над которым вы сейчас трудитесь. Если вы пошли в этот проект или, опять же, в работу только с идеей того, чтобы заработать, то, скорее всего, вы очень быстро выгорите и не будете получать позитивных эмоций. Потому что вы не сможете заставить себя просто в какой-то момент вставить и начать делать то, что вам не нравится, просто получая циферки. Я могу привести большое количество примеров профессий, но я нахожусь в публичном ролике на ютубе. Я не знаю, забанят у меня за такое или нет, но представители древнейших профессий, например, да, как долго у них срок, в общем, я думаю, вы поняли идею. Это первый момент. Вы должны любить то, что вы делаете. А второй момент. В идеале вам нужно также видеть и результат своей работы, чтобы вы могли пощупать и увидеть некоторый прогресс. Потому что очень важно видеть, когда у вас вообще ничего не было, а потом раз начинает что-то материализовываться, появляться, это очень сильно мотивирует. Прямо как во фронт-энд разработке. Хочу поделиться небольшой личной историей, потому что, когда я взрослел, мой детский и подростковый мозг смотрел на взрослых, на людей, которые работают там пятидневку по восемь часов. И я наблюдал такую вот цикличность некоторую, потому что наступал понедельник, вот взрослые уходили на работу, потом там до пятницы все это было без изменений, целый день их нет, и потом только там выходные, когда можно отдохнуть. Честно говоря, для меня это просто было каким-то таким экзистенциальным адом, в который я точно не хотел погружаться, потому что одна из моих ценностей основных это свобода, и вот такой вот график, он не совсем попахивал свободой, честно говоря. В процессе обретения там экспертизы и навыков я начал видеть большой потенциал в социальных сетях, и начал ими заниматься. Как вы думаете, стало ли у меня сразу же что-то получаться? Человеку, который максимальный интроверт, который сложно взаимодействовать было с другими людьми, податься в паблик? Конечно же нет, на этом пути я сделал просто огромное количество различных ошибок, факапов, потерял там много раз мотивацию, и вообще все было очень плохо, но с другой стороны, что-то да получилось. И знаете почему? Потому что я люблю это дело. Сколько бы раз я не терпел каких-нибудь ошибок, факапов, неудач, это не было поводом, чтобы забить и перестать этим заниматься, потому что, в конце концов, мне даже не важен результат, к которому я приду. Мне важно то, что я занимаюсь тем, что считаю ценным, занимаюсь тем, что действительно ведет меня туда, куда я хочу, а поэтому не важно абсолютно, сколько будет сделано попыток, там, удачных или неудачных, это как раз-таки и есть самая дисциплина, и любовь к этому делу не позволяет сбиться с этого пути. Это как раз-таки, друзья мои, и есть вот это вот видение и понимание зачем. Понимаете, люди могут это принимать, могут не принимать, но в данном случае это мой путь, я иду по нему, и абсолютно не важно, что другие люди будут по этому поводу говорить. Вы, как зритель, можете, например, вдохновиться этим примером и сделать для себя какие-то выводы, применить это в свою жизнь, на свою ситуацию и получить новые результаты. Ну, либо, например, вы можете написать какой-нибудь негативный комментарий, не согласиться с этим. Только вопрос, а что изменится конкретно в вашей жизни после того, как вы это сделаете? Я думаю, что вопрос риторический. На самом деле, очень многие люди как раз-таки избиваются с этого пути, потому что они не понимают, а зачем они это делают, почему им нужно терпеть какие-то неудачи, сложности, там, факапы, опять же, и так далее. Но правда заключается в том, что если вы действительно выбираете то, что вам нужно, то, что по душе вам, то тогда, сколько бы вы ни прошли, вы обязательно достигнете того, что вам хотелось бы. И ничто не сможет вас остановить. Теперь я хочу поговорить про проект, потому что очень важно еще понимать, над чем конкретно вы работаете, что является в итоге вашей целью и вашим продуктом. Потому что, опять же, понимаете, если вы не зададите какую-то конкретную задачу, то просто будете находиться в пустоте, а в этой пустоте мозг обязательно найдет, чем вас занять. Он будет подкидывать какие-то идеи про то, какие у вас там были отношения в школе, потом там в университете, что было не так, или что вам уже время тикает, и пора бы уже там что-нибудь еще делать. Мозг с этим обязательно справится. Это его как бы фоновая функция, с этим все хорошо. Но вы же осознанный человек, вы же хотите что-то получить, осязаемое. Тогда вы направляете как бы вот свое внимание, да, на какой-то конкретный проект. Что это может быть? Я приведу лишь несколько примеров. Потому что в современном мире это может быть, скажем, предпринимательство, формирование личного бренда, или формирование какой-то востребованной профессии, экспертизы, да, в области, которая будет в дальнейшем развиваться. Лично я, как вы поняли, выбрал путь предпринимательства, построения личного бренда, потому что в текущих реалиях я вижу в этом такую некую форму свободы. Так как именно эта деятельность позволяет быть более свободным с точки зрения и работы, творчества, и в финансовых планах. Однако вы также можете быть хорошим специалистом, который строит свой карьерный путь, или, например, там договаривается с компаниями, то есть есть такие способы прогрессирования. Это абсолютно окей. То есть вы можете быть программистом-удаленщиком, например, фрилансером, или просто крутым мастером, которого требуется в разных проектах и может предлагать свои услуги бизнесу. Здесь вот какой тезис я хочу подчеркнуть, про то, что адекватному работодателю в целом должно быть все равно, сколько конкретно времени вы работаете. Ему важен результат. Если на работе вас заставляют именно сидеть и трекать экран, ну, это довольно странно, потому что все-таки объем работы, он исчисляется каким-то результатом и выполненным действием, а не просто бессмысленным таким вот обезьянам, перещелкиванием там разных экранов или переименованием там переменных, если вы программист и прочее. Просто, понимаете, большинство людей, они не знают, куда им применить, как бы там свои навыки, свои идеи. И поэтому работодатель в данном случае, да, приходит на помощь и говорит, вот все, пожалуйста, делай вот эти вот задачи. Если вы понимаете, вы можете быстро справиться с этими задачами и пойти заниматься чем-то другим. Опять же, не обязательно устраиваться на другую работу. Можно, например, подумать, чем вы еще можете полезно быть бизнесу и тем самым продвигаться по карьере дальше. Я помню, когда я работал в офисе, то реально из восьмичасового рабочего дня эффективными были, ну, максимум четыре. Потому что, да, четыре часа там условно я писал код, сидел на всяких митингах, но остальное время это было там кофейка попить, там на обед сходить, поболтать с коллегами, там пойти перекурить, еще что-нибудь. И по факту тоже вот эта вот идея о восьмичасовом рабочем дне, она не про эффективность и не про производительность. Она именно про некоторые регламенты и нормативы. Поэтому, если вы проактивный молодой человек или девушка, то можете воспользоваться вот этими идеями и успевать намного больше. Поэтому подумайте над тем, что для вас является проектом, которому бы вы хотели посвятить свое время. Будь это личный бренд, построение карьеры, создание какого-либо продукта, сервиса или услуги. И начинайте поэтапно разбивать это на подзадачи и дисциплинированно двигаться к этому маленькими шажками. В конце хочу сказать, что если вам интересны инструментальные вещи, которые я использую в практике, как я выстраиваю все эти процессы, какие способы есть глубже погрузиться в состояние, я выложу отдельное видео на бусте, закрытое, где вы сможете посмотреть, как я настраиваю свой рабочий день. Присоединяйтесь, потому что помимо контента там также присутствует и комьюнити очень классных экспертов, с которыми можно познакомиться.